Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Сегодня хотим познакомить вас с рецептурой приготовления азиатского сыра панир. Этот сыр очень распространен в Индии, да собственно говоря и по всей Юго-Восточной Азии. Преимуществ его несколько. Во-первых, очень простое приготовление, не требующее какого-то дополнительного оборудования. Во-вторых, это сыр не сычужный, он термокислотной коагуляции, а соответственно он полностью вегетарианский. В-третьих, помимо того, что сыром панир можно наслаждаться просто в свежем виде, из него еще можно приготовить очень много классных азиатских блюд, с которыми мы с вами будем, мы вас будем знакомить впоследствии. Также панир очень хорошо можно жарить, он жарится и мы с вами даже приготовим шашлычок из панира. Несмотря на то, что в рецептуре приготовления мы не используем никаких специальных ингредиентов типа фермента, закваски и всего прочего, все равно я хочу напомнить вам о нашем сырном спонсоре интернет-магазине сырок.com.ua и хочу пригласить посетить их веб-сайт, ссылку на который я размещу в описании данного ролика. От нашего канала вы можете получить скидку при покупке в интернет-магазине, дополнительную скидку 5%. Промо-код также будет в описании этого ролика. В интернет-магазине сырок вы можете купить абсолютно все, абсолютно все ингредиенты для приготовления домашних сыров, как наборами для приготовления сыра, так и по отдельности. Хочу заметить, что большинство рецептов, а вообще практически все рецепты и все наборы составлены с нашим участием и как бы нами проконтролированы и проверены. Поэтому наборы можно покупать совершенно смело. Итак, для приготовления сыра панир нам понадобится в первую очередь коровье молоко. Панир готовится из коровьего молока. Сегодня мы будем готовить из 10 литров фермерского молока. Можно также использовать магазинное пастеризованное молоко, но тогда обязательно в молоко добавить хлористый кальций. Также для формирования сгустка нам понадобится коагулянт. В этом случае можно использовать либо лимонную кислоту, либо уксус. Из расчета на литр молока вам понадобится либо полтора грамма лимонной кислоты, либо 25 миллилитров 9% столового уксуса. Также для формирования головки сыра нам понадобится форма с поршнем. Если у вас нету формы с поршнем и вы не собираетесь ее покупать в ближайшее время, я чуть позже расскажу. Можно будет сформировать головку в марле и положить ее под гнет между двумя досточками. Но мы сегодня будем готовить в форме. Еще нам обязательно понадобится термометр вот с таким вот щупом для того, чтобы контролировать температуру молока. Включаем нагрев и доводим молоко до температуры 95-97 градусов. Я специально вешаю вот так вот термометр, чтобы контролировать температуру. Молоко не должно закипеть ни в коем случае, поэтому контролируйте температуру. Время от времени, чтобы молоко не подгорело, его следует помешивать. Пока молоко нагревается, растворим лимонную кислоту в кипяченой воде, охлажденной до комнатной температуры. Воды примерно, ну вот я, допустим, на 15 грамм лимонной кислоты использую 150 миллилитров воды. То есть, соответственно, если вы готовите меньше сыра пропорционально, уменьшайте количество воды и количество лимонной кислоты. Доводим кислоту до полного растарения. После того, как достигнута температура 95-96 градусов, выключаем нагрев, вооружаемся шумовкой и начинаем медленно вливать кислоту, хорошенько перемешивая сгусток. Вернее, не сгусток, еще молоко. В течение 2-3 минут у нас должен образоваться плотный молочный сгусток. Выливайте кислоту не сразу, а именно вот так вот, по чуть-чуть. Видите, сгусток уже образовывается, хлопья. После того, как выльем всю кислоту, оставляем, накрываем крышкой и оставляем на 3-4 минуты, смотрите, что уже происходит у меня, на 3-4 минуты для того, чтобы сгусток полностью отделился. Ну, сам сыр от сыворотки. Далее сгусток можно перемещать в формы. Смотрите, если у вас нет формы, берете любой друшлаг, застилаете его марлей, перемещаете сыр вот так вот в марлю, после этого марлю сверху завязываете, извлекаете из друшлага, кладете на дощечку, сверху вторую дощечку и груз. Я буду делать то же самое, только в форме, для того, чтобы сыр у меня получился формованный и красивый. Перемещаем сгусток в нужное количество форм. Сейчас посмотрю, заполню одну, если ее не хватит, на всякий случай приготовил другую. В принципе, формы килограммовые, но молоко хорошее, жирненькое, поэтому подозреваю, что панира будет много. Получилось у меня вот такое количество сыра. Чуть позже я его взвешу и скажу вам, какой вес. Начинаем первое прессование весом 2 килограмма в течении 15 минут. Через 15 минут следует перевернуть сыр в форме. Так как он еще достаточно горячий, то буду использовать дренажную поверхность. Таким вот образом переношу сырок на дренажную поверхность, на другую дренажную поверхность. И теперь сверху одеваю форму. Аккуратненько. Он еще такой достаточно нежный, чтобы его не разломить. И второе прессование уже окончательное, примерно 4 часа. Оставляем на 4 часа прессоваться наш панир весом где-то 2-2,5 килограмма, больше не надо. Он за это время полностью остынет и сформируется. После этого будем дегустировать. Вчера вечером я снял груз с нашего панира, ну потому что ему достаточно 4-5 часов, чтобы он прессовался. И просто его оставил на ночь в форме, для того, чтобы сыр полностью сформировался. Вот такие вот у нас головочки получились. Одна. И сейчас извлеку вторую. Вторая потоньше. Конечно, можно и равномерно их раскладывать. Давайте сейчас взвесим результат. Смотрим, что у нас получилось. 1337 грамм из 10 литров молока. Отличный выход сыра. И, друзья, сыр сейчас не соленый, так как мы его готовили для того, чтобы в дальнейшем делать из него блюдо. Но его можно употреблять в пищу и в таком вот виде. Просто как сыр. Поэтому, если вы хотите, как бы, часть, допустим, сделать для блюд, а часть просто как бутербродный сыр, скажем так, то можно его вот в данном случае посолить. Просто натираем сыр солью и оставляем в форме еще на 2-3 часа. Давайте будем разрезать и смотреть, что у нас получилось на разрезе. В принципе, этот сыр очень легкий в приготовлении. И это уже полноценный сыр. Я бы рекомендовал бы тоже его начинающим сыроделам. Сыр, который не требует практически никакого оборудования. И вы получаете отличный сырок. Давайте посмотрим разрез крупным планом. Вот так вот наш панир выглядит на срезе. И далее на нашем канале вы увидите несколько, но я думаю, как минимум 5-6 видео с индийскими блюдами, с индийскими, с азиатскими блюдами, приготовленными из сыра панир. Это будут полностью вегетарианские блюда, поэтому, кому интересно, следите за нашими публикациями. А сейчас давайте попробуем. Я постараюсь рассказать, какой он на вкус. Он классный. Он реально очень классный. В принципе, по вкусу он похож на несоленую брынзу или на несоленый адыгейский сыр. То есть хороший сырный вкус свежего молодого сыра. Но вот единственное, что он совершенно несоленый сейчас. Опять же таки, очень классно зайдет на бутерброды в составе сырной тарелки. Но единственное, что надо тогда его посолить. И солите обязательно в форме. Потому что если вы будете солить сыр просто натерев его солью, он начнет отдавать влагу и менять форму. Сам сыр опустится и превратится в такой расплывшийся блин. А в форме он как бы просолится и отдаст немножко еще влаге. Обязательно форму ставьте на тарелку, чтобы эта влага собиралась в нитекламом холодильнике или на стол. И просто чудесно. Итак, друзья, с удовольствием вам представляем рецептуру приготовления азиатского сыра пани панир. Ну, наверное, даже его можно индийским сыром назвать. Хотя в Таиланде, в Камбодже тоже встречал блюда с этим сыром. И сам сыр. Кстати, в Азии этот сыр используют и для сэндвичей. То есть, годится он и в составе, как я уже сказал, сырной тарелки. Но самое прикольное, это жареный панир. Мы в ближайшее время опубликуем видео с шашлыком из панира. И блюдо с соусами карри и соусами масала. Это нечто. Это индийская кухня. Она вообще очень классная, очень вкусная. В общем, оставайтесь с нами. Вам понравится. Если есть какие-то вопросы по приготовлению сыра, приглашаем вас в комменты. Друзья, еще в описании данного ролика я опубликую ссылочку на нашу группу в Фейсбуке. О приготовлении домашних сыров, колбас и вкусного домашнего алкоголя. Подавайте заявку и присоединяйтесь к нашему сообществу. Нас уже очень много. И самое главное, вы всегда оперативно, быстро можете получить ответы на ваши вопросы. Потому что в группе очень доброжелательное сообщество. И очень большое количество экспертов, которые с удовольствием отвечают на вопросы. Как начинающих, так и людей, которые уже имеют достаточный опыт. Друзья, оставайтесь с нами. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.